Сегодня 7 октября 2019 года Ирина Сиденко, Евгений Петров и Владислав Титоф, все правильно. Я хотел бы узнать вас про новый альбом. Делал вам замечательный дизайн питерская Которо... Project Make and Project. Они делали, кстати, нам фестивальский дизайн тоже. Я их видел. Замечательные ребята. Почему именно на обложке изображен какой-то испещренный человек, и чему, в принципе, посвящен альбом? Ну, хотели показать, на самом деле, но изображен окаменелый человек. Это видно, как памятник какой-то. Он как будто проверен временем. И несмотря на то, что прошли, допустим, уже какие-то столетия, тысячелетия, есть внутри жизнь другая. Не такая, как у нас снаружи она. То есть окаменелая, старая, исчерпанная всяким временем и так далее. То есть там свет. На это делается октябрь. Что неважно, что снаружи, главное, что внутри. Классно. Но он такой получился достаточно мрачноватый. В принципе, как и, я так думаю, лирика альбома. Вообще, в целом, песни все пойти на английском языке. Почему посвящена основной, так сказать, мавитон этого альбома? Основная его тема. За текст отвечаешь ты? Да, текст отвечаю я. На самом деле, альбом развивается вот именно по песням. У нас достаточно все логично. То есть это, ну, я бы сказала, это целая история. Концепция? Концепция. Ну, я сейчас поподробнее просто расскажу. Супер. То есть, в основном, у нас социальные текста. В них появился небольшой такой мифологический почерк даже. То есть, есть такие заклинания какие-то старые, древние. То есть, я специальных искала и не отвечала... Такие древние будут вас заклинать. Вот. Всякие там аллегории с оборотнями, там... Персонажами. Да, персонажами. Вот. Это путь человека с самого начала и его продолжение. То есть, не до конца. Это не конец. Ну, очень интересная у нас концовка. Она такая достаточно обрывающаяся. То есть, обязательно требующая продолжение. То есть, ну, как и жизнь человека. То есть, она... Вот. Целая история. То есть, все впереди еще будет. Да. То есть, это всего лишь маленькая часть... Третий. Третий альбом. То есть, это маленькая часть вот того, что происходит, бывает вот в жизни конкретного человека. Ну, для меня некоторые текста очень личные. Например, вот так как песня Вир Вульф, она очень важная, что с нашего альбома, главное, мы снимаем на него клип. Ну, практически досняли. Вот. И там тоже расскажем небольшую историю. Здорово. Сейчас вы в поддержку альбома снимаете клип и делаете тур сначала по Сибири, а потом запад России. Вообще, сколько городов вы планируете посетить в рамках этого тура? Вторую часть. Ну, я как организатор этого всего. Приятия здесь, грубо говоря, как турменеджер. Ну, делаю, как бы, по максимуму, но есть там такие небольшие личные замороки, которые немного мешают доделать, как бы, у российских даже групп. Годов там на 40, например, на 20. Кажется, две части по 20 бывает просто не получается из-за территориальных особенностей. Тут по Сибири, например, 8 городов, потому что там уже за Владивосток, уже там море начинается. Ну, понятное дело. В общем, надеюсь, что у вас тур будет плодотворным. Вообще, в целом, вы посетили сейчас уже два города, наш город третий, и сегодня у нас просто здесь аншлаг. Следующим будет Чита, потом Хабаровск, Комсомольск-Намур и Владивосток. Затем ребята уедут в центральную опять часть России, Кемерово, Новосибирск, и потом уедут уже западнее. То есть очень большая география охвата. Дегидрейт узнает много где, и группа сейчас, конечно, одна из сильнейших в Сибири считается. Следующий вопрос, который бы я хотел вам задать, я думаю, который будет интересен очень многим, это вопрос касаемо записи альбома. Я попрошу Женька рассказать, как, вообще, сколько вы записывали, как, в каких условиях, и на сколько это вообще было всё тяжело и тяжело, и как хорошо. Ну, именно и конкретно про запись. В общем, здесь подход уже новый, потому что время у нас на дворе 22 век уже скоро будет, и даже студии типа Херца, они дорогие, и туда неохота ездить и писаться. В общем, ну, студий хороших много, и они есть там в разных уголках мира, но в томских нет. И есть там ребята, которые стараются, делают студии, но мы первый альбом записали на студии. Всё как бы нормально для первого альбома. Вообще звук тот, который должен быть вот так, как и надо. Ну, это потолок, да, и тем более это томский уровень. Прям так это... Ну, человек там вырос на три головы вверх, там, или что, вспомнишь, начал альбом. Ну да ладно, старый альбом, старый, новый. В общем, мы готовились. Альбом хороший был. Первый альбом у вас тоже был сильный. Ну, ну да, так-то он, это всё нормально. В общем, насчёт записи второго. Я понял, что можно делать домашнее условие круто. И решил я делать следующим образом. Ну, начинаем же альбом писать с барабанов. Барабаны забивать не стал, то есть это как бы незабитые барабаны. И я думаю, барабанщик есть, всё классно. Но Влада тогда, к сожалению, не было. К сожалению, в большом, потому что, когда он пришёл, после записи барабанов, вообще после записи всего, партии звучали гораздо круче. И то есть мне хотелось сразу быстро всё хорошо переписать, но это уже невозможно было. Ещё лучше сделать материал, чтобы... Да! В плане барабанов это звучало на офигенных аранжировках, там, всё по-другому. Такой шаг вперёд в барабанных партиях я сам услышал, потому что... Ну, я не то, чтобы их сам создавал, но я много за барабанщика делал. В общем, барабаны, как записывали, взяли пэды от электронной установки, собрали сами установку, MIDI-модуль, подсылался ко мне в ноутбук, там я обрабатывал обычно... Всё на триггере. Сэмплировал, да. Всё, да. А там с сэмплами уже. Да, и железо. И сэмплировал, когда он сводил в Дрыгва студия Алексея, который живёт в Беларуси, вообще удалённый. То есть он уже это всё сэмплировал. То есть вы часто, короче, работаете, не стесняетесь работать удалённо, потому что есть интернет и вообще... Да. Это сейчас мне... Кстати, насчёт этого же Херца, где пишут свои всякие Вегемоты, Вейдеры... Не Томского, а Польского, да? Польского. Я лично с ними разговаривал, и они уже мне писали там расценки, потому что у меня была мечта сделать там мастеринг, потому что сведения там, ну капец, я бы продал бы всё и ходил бы в голову и потом. Ну понятно. Вот. И в общем, барабан он таким образом. Гитара, бас. Проще парень и репа всё получилось. Я писал дома на своём компьютере, в своём кубейсе, на своём процессоре, но процессор я использовал звуковую карту и снимался чистый сигнал. Всё. Шло после работы. Модуляция, короче говоря, это, действительно, это сейчас вот современности, сейчас так оно и есть. Вообще, вот, ты используешь достаточно такой нормальный аппарат, у тебя кастомовая гитара. Да, да. Это Татумский гитар. Всё понятно. Кстати, вот это Татумский мастер, замечательный. Я тоже слежу за его деятельностью. Очень жалко, что у нас в Иркутске такие, пока что нет. Вот, надеюсь, будут. Вот, когда я хотел спросить, вообще в будущем, про этот раз, третий альбом чуть позже. Вообще, аппарат, который ты используешь на концертах, вот в будущем, ты бы хотел использовать какие-то современные, самые последние, цифровые, новинки? Да, да, да. Куча всяких там. Всё правильно говоришь, Александр. Я продаю свой процессор. И хочу купить новый. Так, старый. Какой процессор? Почём продаём? У меня сейчас старый, добрый, Linesix, Podex и Leaf. На концертах. На концертах, с Dehydratedом, всё классно, но у меня есть ещё свой проект, но на концерт с Dehydratedом я уже хочу новый звук. Опять же, про новые цифровые технологии. Axe FX как? Правильно. Фрактал аудио, Axe FX, я на нём записывал соло. Axe FX шёл вообще в линию. То есть, на записи именно альбома. Axe FX 2 я использовал, даже есть видео, что я использовал на записи соло. Я уже сам сам рассказываю, и с Axe FX, и с вами, ну и так далее. Это как раз на третьем альбом было? Нет, ну вот сейчас вот на вот этом. Да, я на нём записывал соло, Axe FX и на втором. Вот, это было вообще очень круто. И я подумал, что, и посмотрев всяких разных фирматей, и зарубежных, и российских, некоторые музыканты, русские, кстати, меня сейчас впечатляют, вообще, я даже никогда не думал, что я буду так вот, к русским, ну от русских людей будет столько пройти. И просто я посмотрел, что люди играют на Axe. И надо Axe, обязательно. Потому что это круто. И сейчас вот, я её слышал, играл на нём, мне понравилось вообще дико. И то есть, я буду продавать Line 6, покупать Axe FX, и играть на Axe FX. Axe FX это хорошая вещь, её действительно не просто, потому что она популярная. Несколько с катаристами, вот с нашими, разговаривал, такими тоже, общающимися с Москвой, скажем так. Тенденции, они не просто, очень хорошая погода, действительно. Так что, желаем удачи, и скорейшего... И, кстати, третья... Скорейшего продажа Line 6, и покупать. Ты как раз хотел, сказал, что российская сцена тебе привлекает твое внимание сейчас тоже. То есть, не только мы смотрим на запад, всё-таки у нас улучшается инфраструктура, мы начинаем лучше жить, мы начинаем лучше играть, мы начинаем лучше играть, лучше начинаются концерты. Вот, мне интересно, каких гитаристов, просто, ничего на вопрос, ты котируешь за такими последними? В общем, недавно, мы с Женей сейчас, вот, пропёрлись очень сильно, вообще, по проекту Бак Фьюз, это джаз-рок, фьюжн, там, просто, потрясающий басист, потрясающий гитарист, я вообще, я когда посмотрел, я как смотрю ролики на ютубе, но гитарист посмотрел вот столько, второго столько, третьего столько, например, ну, как-то по уровню заинтересованности, это я просто включил, я у меня челюсть вниз, там, глаза вот такие, я смотрю, и просто не могу понять, как так. Зовут Фёдор Досумов, гитарист, играющий джаз-рок, я, такого никогда не было, я купил видео в интернете, его, с табулатурой его песни, это вообще, это не бывалый случай, я, чтобы я купил видео, там, какие-то табулатуры, это вообще, ну, я скачиваю, ну, там, если мне надо, я просто, мне захотелось сыграть его песню, я сразу, купил по Paypal, я ещё Paypal там, сделал, как модный человек там, в общем, ну, Фёдор Досумов, потом, одного я видел, группы EverLost, в общем, гитарист-вокалист, Артём, какой-то там, ну, короче, Артём из EverLost, тоже, да, в общем, вот эти вот люди, ну, естественно, если брать, русскоязычных людей, то, Виктор Смольский, вообще, круто. Виктор Смольский, да. получается, один диск с автографами, это что, на студии у нас лежит? Оранжевый. Двольте. Двольте оф Экзистенс, это, получается, первый альбом, полноценный. У вас... Эпишки. Эпишки, да, вот именно что, у вас очень много их было. Последняя эпишка, там, где чувак такой, с лоботомией, да? Да. Это... Mind Extract. Отлично. А это, получается, те же песни вошли на альбом, только пересведенные или доведенные, или как вообще? Ну, полностью перезаписаны, полностью пересведенные. Эпишку вы выпустили вперед для того, чтобы подогреть интересы. Но мы одну песню не использовали, там мы каверную сепультуру записали. Окей, да, я... Понятное дело. Другое... Просто так получилось, что диски ваши у нас пока что не присутствуют, сейчас они будут доступны после мероприятия, у нас на студии, кстати, как раз ходите. Вот. И альбом новый вы презентовали в Томске буквально 28... 29 числа. 29 числа. И вот вообще, как вам впечатление от проделанной работы? Как люди восприняли это? Я организовывал это мероприятие вместе с Ириной. Мы там... Ну, ребята нам тоже, конечно, помогали. Просто, ну, это было... как-то более... затратно в плане энергии, потому что... Ну, сейчас уже новый, как бы, уровень хочется показать, по-новому сделать, и это... Еще надо больше крутиться в плане организации даже не то, чтобы с клубом, а со всем остальным. Но... было круто. Я рад, что в Томске народ ходит, и... и... как бы... люди в Томск... хотят, может быть, чтобы мы больше, но больше мы играть не будем, иначе уже не будут. О! Как часто вы играете? Ну, где-то пару раз в город. Раз в год. Два раз в город. Как Римора в Новосибирске даже играете. Правильно все делаете. Ну, хорошо, Ир. Твои впечатления? Ну, я тоже хочу сказать, что в плане энергетики, конечно, много было затрат на организационные вопросы, но в плане публики, ну, этот дом, и я реально дом воспринимаю по-особенному. То есть нас любят, всегда ждут. Я рада видеть, всегда новые лица. то есть я всегда присматриваюсь, смотрю, кто на концерты, как мне не все равно там, да, сколько людей и какие-то люди. То есть мне приятно было видеть новые лица, старые лица, и я очень рада, что нас, правда, любят, ждут, такое отношение, но, ну, в плане себя я могу сказать, что мы не на сто процентов мы на сто процентов выложились, организация плюс концерт, но концерт чуть-чуть поменьше пришлось, потому что пришлось делить это, и вот это было сложно. Очень хорошо понятно. Стабильности хотите в коллективе? Ну, вообще я, на самом деле, участвовал даже, так скажем, в написании, в сочинении материала. То есть ты уже был на тот момент? Да, я пришел, когда, на самом деле, какая-то часть уже была записана, какая-то часть еще и не было ее, в принципе. Вот. Я пришел после презентации первого альбома. Я был на концерте в Томске. Да, я увидел команду. Тогда их. Так всегда бывает. И просто, на самом деле, мне понравилась команда. И вот, кстати, 29-го числа, если забежать вперед, когда была презентация второго альбома на этом концерте, просто осуществилась моя мечта, на самом деле. Во сколько, когда я был на первой презентации, я понял, что я хочу стоять там вместе с ними, стоять и действительно это, участвовать в само мероприятии. и когда я стоял 29-го на концерте вместе с ребятами, я просто понял, что действительно это, моя мечта осуществилась, на самом деле. Здорово. Вот. Ну ты как вообще, как презентация? Лично для меня? Ну... Энергично было? Да, было все замечательно, на самом деле. Все просто, было просто на высочайшем уровне. Ништяк. Я думаю, сегодня тоже будет хорошее время. Да, я тоже не в этом не сомневаюсь, на самом деле. В принципе, зам у вас очень сильно ждет, я обратил внимание, что люди прям пришли, стоят в ожидании. Прямо силы, скажем. Давайте Влада спросим. Ну и наконец, Влад. Самый сам молчаливый участник. Да, сам молчаливый, но зато ты нормальный пацан, ты куришь и пьешь. Все. Остальные. Какие впечатления от этого, ну, концерты были, презентации альбома. я даже не знаю, все-таки это был первый концерт в стеки драйдис, я волновался, как бы. Все-таки Женя, он раньше с ними играл, а я-то первый раз, поэтому я старался более четко сыграть свои партии, допустим, и как такового. Ну, было, да, прикольно, там, драйв, все дела, но я хотел, но я чуть-чуть. Все, я расслабился, все нормально. У нас публика очень хорошая, лояльная. Он сейчас расслабляется с каждым концертом, да, то есть у нас привыкают, как бы, все равно к нам, к людям. в Томаске, вот, например, на конце тут проходил, так себе, я больше, то есть, упор делал на четкость всех ударов, то есть, каждую, там, долю, каждый удар, Доля, она метроном в ухо. под метроном, под подложку, но, как бы, вот, как поехали в тур, да, уже вот. Короче, как машина, он биться, отыграл, вышел такой, выдохнул, все, можно расслабиться. А потом, как бы, сейчас, ну, начинаю себя ощущать много по-другому, привыкать начинаю. Не всяк, это и есть, вот это чувство сцены, оно, незаменимо ничем, молодого, вот. Ну, что ж, в целом, вы, получается, довольны сейчас презентацией, у вас хорошо начался тур, сегодня тоже у нас будет классный концерт, впереди, у вас много очень городов, вот, хочется пожелать вам удачи. За завершение интервью, хочется задать вам много личных вопросов, на самом деле, которые, надеюсь, не будут, не показываться вам камерами, вот. Я заметил просто, что вы никак не татуируетесь, то есть, я, допустим, тоже, потому что, я считаю, что я вообще до этого не дорос, я хочу себе сделать хорошие плечи, все, но пока что время не пришло. А вот у вас почему вот такая вот атрибутика, как татуировка, там, ну ладно, кисеньку провушки, это понятно дело. Ну, Ватеря не может дойти до мастера. Да, я... Ааа, вот он! Влад недавно там кобру себе набил на лоопатке. Я вижу, что татуировки все все делали. Ну, у меня есть татуировка, но это ошибки молодости, так скажем. Я хочу... Нет, нет, была в разуме, это дело, да. Потом зачеркнутая порыга, да? Я тоже, ну, вот Ирина, например... Нет, для меня сейчас актуальна эта тема, потому что я, на самом деле, все. я, там, три года хотела одну татуировку, уже все, хочу, 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 только все дошло уже, ну, как бы, эмоционально, что все, я уже готова пойти, и... что там, дел много, как бы, то одно, то второе, то есть я просто, ну, уже все, я готова, выбрана, татуировка, там были сомнения уже перед тем, как идти, и вот я готова пойти. Ну, интересно, как вы будешь делать-то? Можешь открыть секрет? Нет, я могу открыть секрет, я в нашу дону эту идею, я фанат хищников. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Ясно. Вот. Это будет из этой оператации. Очень круто! Женька, ты чай? Ну, я... я когда смотрел, например, на фотографии всяких крутых чуваков, там, типа Decider, я видел, там, у них такие татрухи, я думаю, ну, также сделать. А потом я увидел, у парня в Калуге, вот такие рукава вообще. Ну, я так подумал, нет, что-то сильно, конечно, ну, надо делать, обязательно, я тоже что-то, пока это, что-то как-то не до этого, в общем, я, ну, делать надо обязательно. Это такая штука, до которой спонтанно приходишь и понимаешь, что почему бы не сделать, и вот уже, вот уже хочется, вот хочется, у меня пока такого тоже чувства нету. Хорошо, это был первый вопрос, вот, и второй вопрос, не знаю, он будет особо кайрзным, на самом деле, но мне вообще жутко интересно, на самом деле, вот, я не знаю, может быть, он даже неудобный, но, блин, вы поженились официально, а чему теперь его, блин, не цепуленная? Смотри, например, есть, например, какого, актер-то этот, блин? Ну, короче, Брэд Питт, например, да? Чистая фамилия Брэд Питт, да, Брэд Питт, да, Брэд Питт, еще там, кто он, как-то уже, жена-то? Анжелина Джоли, она бы Анжелина Питт и Брэд Питт. Ну, все понятно. Как-то не прикольно, плавно. Нет, ну, на самом деле, как бы, не только из-за этого, просто, ну, я, ну, принципиально, все, фамилия. А, ну, это, это, на самом деле, просто был вопрос такой, который мы, может, даже не будем сейчас помнировать, просто, мне было это интересно. Да, ну, важно, важно было мне оставить. Таможенник в этом, в Украине, короче, там, где-то в Харьковской области мы переезжали, и туда ехали. С утра же, кстати. С утра, он что, ну, почему у вас паспорт не поменял, а с чего он вдруг должен поменял, он, что замуж вышел. Ну, и чё, ё-моё, фамилия-то осталась, посмотри, там, туда-сюда, и всё. Какие вообще приколы у вас с твоей были? Чё-то угар, давай, Легче. Бег за поездами. Бег за поездами, всё всегда, самый угар, это бег за поездами, потом просто весело и смешно вспоминать, рассказывать. Это у нас, на самом деле, это смешно, когда всё здорово, всё успеваешь, всё классно. Тьфу, я надеюсь, у нас, ну, не будет такого, что... Ну, сегодня поезд 6.30, да, окей. Нет, вчера тоже было немного жёстко, потому что там задержался концерт, мы должны были нормально закончить, без самотохи выехать. А с нашими огромными сумками и вещами, которые просто везде их же начнут собрать, посмотреть, ничего не забыть. И то есть мы опять в таксовый стресс, таксовый за поездом, второй этаж там поднимались, сбежали, но и стоянка ещё две минуты была. У нас просто, у нас группа такая, не алко трэшовая, и у нас таких, что нету, там, капец, голый, там, бежишь, там, с арбузом, подожди. Просто метал спирит разрушен. Проминаю я X-Ventor. Например, да, X-Ventor, что... Они мне рассказывали кучу историй, потому что... Я понимаю, что это надо быть X-Ventor, чтобы такие истории... Влипать, влипать, на самом деле. У нас такого не было никогда, даже там едешь, капец, там... Мы ехали, точнее, все вместе, ну, вот, Женя ещё с Владом не было. Там из Читы, например, в Иркутск, да, вот. Она вот ещё в 2010 году. И там тоже, там... Там чё в вагоне только не происходило, но с нами нормально всё было. Не, да, точно. Вечего, как бы, но без стабиль жёстких прыгнул. Значит, вы тихие и спокойные, не пусть уйдите только на сцене. Вот сегодня мы... А приколы были ещё там встречи всякие с дембелями там в вагоне, но это было вообще... А, ну, ты у всех прикол, ты у меня тоже. Частенько. В общем, ребята, сегодня будет часовой сет от группы Degidrated в Иркутске в ночном клубе Megapolis. Я думаю, что завтра пополам просто треснет. У нас будет вообще полностью жара. Wall of Death, всякие сёклбиды. Не стесняйся манипулируйте ими, возьми их, да, да. Пусть они прыгают на твою дудку. Сегодня будет жарко, очень много людей. Концерт вызвал хороший резонанс. Спасибо вам большое за интервью. Метал Хейл, Dehydrated, 7 октября 2012 года. Мы запомним этот день навсегда. Счастливо, ребята, слушайте урок. Спасибо. 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 Спасибо.